Кто виноват в путанице, которая возникла во время церемонии Оскар, где одновременно пошинились полторы тысячи пар, и когда туристов впервые отправят на Луну? Об этом и не только в нашем обзоре. Нашли виновного. Конфуз с Оскарами возник из-за сотрудника аудиторской компании PricewaterhouseCoopers Брайана Кулинана. Именно он перед оглашением номинации «Лучший фильм» подал ведущему не тот конверт. Поэтому победителям ошибочно признали мюзикл «Ла-ла-ленд», а не фильм «Лунный свет», который на самом деле получил главную статуэтку. Брайан Кулинан – один из двух человек, которые знали результат наперед. Его и коллегу Марту Руис обвинили в недостаточно быстром устранении проблемы. В Нигерии одновременно поженились 1520 пар. В городе Кана провели массовую свадьбу в надежде, что количество разводов сократится. На улицах устроили празднование, позвали музыкантов. Такую церемонию планируют проводить каждый год. Впервые подобные свадебные торжества прошли в Нигерии пять лет назад. Туристический полет на Луну станет реальностью уже через год. В 2018-м американская космическая компания SpaceX планирует организовать полет на спутник. Впервые на орбиту отправят не специально подготовленных астронавтов, а обычных людей. Правда, возьмут только двоих. Их даже уже выбрали. Но имена не называют. Говорят, эти счастливчики из Голливуда. В Венесуэле карнавал. В ярких костюмах и перьях артисты и танцоры шествуют по шахтерскому городу Эль-Кальяо. Посмотреть на красочное празднество съезжаются сотни тысяч людей. Как бразильцы со всех уголков страны, так и иностранные туристы. Впервые карнавал провели здесь в 1914-м, как символ смешения разных культур. В декабре прошлого года карнавал Эль-Кальяо вошел в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Во Флориде наглый енот напал на туристическую сумку с едой. Зверек не смог устоять перед запахом пищи. Ему не помешала даже вода. Енот подобрался к туристке в плавь, когда девушка сплавлялась по реке. Сначала она испугалась животного, но потом смело обороняла свою сумку. Енот дал слабину и ретировался. Друзья американки успели заснять это на видео. На Сицилии извергается Этна. Вулкан проснулся вчера. Сегодня же из-за столбов пепла в небе Национальный институт геофизики и вулканологии объявил оранжевое предупреждение для самолетов. Извержение Этны сопровождается взрывами, которые видны из соседних городов Катания и Таурмина. Этна – самый высокий и самый активный вулкан Европы. Американская инженерная компания Boston Dynamics представила нового многофункционального двухметрового робота. Он умеет подпрыгивать на высоту метр двадцать, передвигаться со скоростью почти 15 километров в час и поднимать грузы весом до 45 килограммов. После полной зарядки робот на колесах, оснащенный электрическими и гидравлическими приводами, может проехать до 24 километров.